Итак, Светлана Миронова на дистанции. Полтора километра позади. 23-й разгон, но 7,9 секунды. Всегда ждешь какого-то чуда совершенно невероятного. Посмотрим. Татьяна Акимова пришла на лёжку. Третий огневой рубеж. Мы наблюдаем за стрельбой Татьяны Акимовой. Мы ждем, конечно, финиша Лизы Терезы Хаузер. Итак, Акимова вы видите. Молодец. Вот сейчас молодец. Была после этапов Кубка IBU в декабре спортсменка из Чувашии, выступающая за Тюмень. Лиза Терезы Хаузер тем временем на финише. Обгоняет пройс. Молодец, Миронова. Миронова закрывает все мишени. Давайте посмотрим, какой она будет. И у нас Елена Кручинкина. Ещё одна бывшая россиянка, выступающая за Беларусь. И посмотрите. Последний рубеж. Надо справляться. Но нет. Пробах у Кручинкиной. Светлана Миронова. 15 секунд. Уступает 14-я позиция у Светы. Но впереди ещё три рубежа. Она из Бескон. Хорошая сегодня гонка. Нет. Кручинкина будет далековато. Итак, Светлана Миронова. Наша надежда. Получается так. Лариса Куклина. После своего попадания на втором рубеже идёт 16-я минуту 30. Проигрыш. Ульяна Кайшева на финише пока 10-я. 2.53 почти 3 минуты. Татьяна Акимова. 26-я. С двумя промахами на первых двух рубежах. На отрезке 10.4. 3.22. Проигрыш. Вот такой. Акимова на рубеже. Внимание, друзья. Точно. Ну что ж, молодец Акимова. И вот, внимание, друзья. Но победитель не цели. Во всяком случае, с большой долей вероятности об этом можно говорить. Но вдруг там Миронова сотворит чудо. Поэтому сегодня Маркета уж точно будет на пьедестале. И гонка прекрасная. И вот эти нули роскошные совершенно. И большое, как мы видим, преимущество на финише. В отношении Ханны Обер, которая сегодня промахивалась. Маркета первая. И Светлана Миронова пока на отрезке 5 километров. 19 секунд от лидера. Она цепляется вот за эти скорости. Впереди сейчас стрельба из положения стоя для Светланы Мироновой. Которая уже здесь на стрельбище на рубеже. Наша заключительная, последняя надежда сегодня Светланы Миронова. Что творит, а? Попадает Светлана Миронова. А впереди два рубежа. Светочка, ну может быть сегодня, родная ты наша. Светонька, Светуля. Ну может быть сегодня. Ну вот вы посмотрите, как все для Мироновой. Ну вот насколько она справится с собой. Ведь ведет сражение за медаль. Светик, ну посвети нам. Как же мы нуждаемся в этом. Тандровольд, вы посмотрите. Это атака на третью позицию. Здесь, конечно, я был неправ, когда говорил, что Тандровольд сегодня не на многое будет претендовать, с учетом всех ее проблем с сердцем, которые мы освещали, и вы знаете, прекрасный. Вот Тандровольд прекрасным образом сегодня провела эту гонку и может быть призером. Там у нас Лариса Куклина появилась. А Миронова появляется сейчас на спуске. Потихонечку мы следим за стрельбой Куклиной. Куклина, которая пятнадцатая. Если сделает ноль, будет достаточно высоко Лариса Куклина. Четыре точных выстрела. Пять. Молодец, Куклина. Это заявка на участие в эстафете, кстати. Вот Лариса молодец. И тут уже тренером нужно. Тренером нужно внимательнейшим образом анализировать все. Но Лариса Куклина после своего первого промаха дальше сумела собраться. И сейчас она четвертая, между прочим. Света стреляет. Промах. Эх. Посмотрите, как габарит не закрылся. Один промах у Светланы Мироновой, но борьба за медаль продолжается. Как же жаль, уважаемые друзья. И Светлана Миронова. Посмотрите, последняя стрельба и бронзочка пока еще реально. Вполне реально. На отрезке четырнадцатого стола Куклина девятая. Девятая. И там еще и впереди не только Швайгер, но и Вирер. Падает скорость. Падает скорость. На финише Лариса Куклина. Ну что ж, Лариса сегодня провела очень неплохую гонку. Да, к сожалению, даже с нолем. Мечтать о победе не приходится. Но, тем не менее, пусть не попадает в десятку. Но молодец, молодец. Одиннадцатая Лариса Куклина. Явно не провал. Явно не провал. Но мы понимаем, что степень готовности российской команды на этом чемпионате мира не феноменальна. Увы, увы. Но, тем не менее, сражалась Куклина. Спасибо, скажем ей. А у нас Светлана Миронова. Внимание! Последний рубеж. Эх. Ну вот мы видим, друзья, как от нас уплыла вот эта борьба за бронзовую награду. Догоняй, догоняй, догоняй. Все, поехали. Все, все подсказывают. Мужские и женские тренеры. Света, Света работает сейчас. И вот Светлана Миронова на финише. Пятая. Нет, все же в отношении Лизы Терезы подойти не смогла Миронова. Да, с двумя промахами. 2.05. И вы посмотрите, какой расклад. Ну понятно, что шла бы к медали, наверное, все было по-другому. Но если вот сейчас вычесть этот промах, она проигрывает почти 2 секунды Тандровой. Но могла бы бороться. И, конечно, тут уж тренеры сорвали бы глотки. Но, увы. И, тем не менее, пятое место Светланы Мироновой. И мы скажем ей огромное спасибо за ту надежду. Потому что, действительно, собраться после катастрофического спринта с шестью промахами было очень сложно. Но сегодня на гонку Миронова собралась. Мироновский ход. Давайте смотреть. Лучшая сегодня ногами Теревеков, которая выиграла у Маркеты 23 секунды. Соло проиграла 26, Обер 26, Тандровой 27. Миронову показала 18 результат ногами, проиграв 58 секунд. Но тоже многовато все-таки.